Встреча с МЧС Обнаучение сотрудников МЧС Советского района Одной из восьми площадок для тренировок Стала территория Цнянского водохранилища Были отработаны два основных вопроса Это прежде всего, конечно же, спасение человека С акватории, где были задействованы Спасатели Освода и спасатели МЧС В преддверии купального сезона Это достаточно актуально И не лишним будет еще раз отработать эти моменты Ну и второй вопрос, который отрабатывался сегодня на акватории Это ликвидация разлива нефти и нефтепродуктов Которые произошли в результате дорожно-транспортного происшествия Госавтоинспекция оградила подъездные пути Перенаправила транспортные потоки И обеспечила безопасность проведения работ на месте ДТП Спасатели всеми силами боролись с огнем И пытались сформировать пенную подушку Возле бензовоза, из которого по сценарию И полилось топливо При помощи боновых ограждений Локализовали разлив Работники коммунальных служб Тут же принялись убирать загрязненный грунт А экологи приступили к оценке нанесенного ущерба Слаженная работа позволила быстро справиться с проблемой Пусть и не настоящей Комплексное учение включает в себя два этапа Первый этап – это отработка действий в чрезвычайных ситуациях Второй этап – это отработка действий В рамках приведения гражданской обороны К общей готовности То есть 26 числа сегодня Весь день мы ездим по учебным точкам Где оцениваем возможности структурных подразделений И организаций советского района Выполнять задачи по предупреждению И ликвидации чрезвычайных ситуаций Сегодня в учениях были задействованы Все экстренные городские службы И даже вертолеты МЧС Которые тушили лесные пожары Спасатели проводят учения достаточно часто И мы находимся в режиме постоянной готовности Однако вот именно такого формата учения Где задействованы все городские службы Входящие в государственную систему Предупреждения ликвидации ЧС Они проводятся несколько реже Однако они проводятся достаточно масштабно Именно цель их такова Чтобы проверить готовность всех служб К действиям в чрезвычайных ситуациях По словам главы администрации Советского района Юрия Трущенко Власти не только уделяют пристальное внимание учениям Но и в повседневной жизни Активно информируют жителей О правилах поведения в чрезвычайных ситуациях Благодаря вовремя оказанной помощи Службами Советского района За 2015 год было спасено Порядка тысячи человек Основная задача вообще всей системы По упреждению чрезвычайных ситуаций Ликвидации их последствий Это конечно сохранение самого ценного Что есть и в Советском районе И в городе Минске В Республике Беларусь Это жизни человека Поэтому мы нацелены на то Чтобы сохранить жизнь человека Масштабные учения продолжатся и завтра Спасатели поработают в детском саду Автобусном парке Бани и других объектах столицы Сотрудники МЧС уверены Что опыт полученный во время тренировки Поможет оперативно справиться с реальными угрозами